Всем доброго времени суток! Сделаем обзор на синерылку. На ее обзор, как она посмотрела видео, где ТВ-шка напялила на себя вот эту гипюровую кофточку и что она думает по этому поводу. Опять она сидит в теплом свитере. Опять будет говорить, что очень жарко. Ну вот очень. Не задавайте мне вопросов. Жарко в квартире, жарко везде. Просто я собираюсь уходить. Нет, она только что прибежала. И так каждый раз. Но если так жарко, почему она сидит в этой шкуре, как в первобытном обществе? У нас сейчас в доме очень жарко. Я сижу в футболке. Мне представить себя вот в этом свитере просто сейчас нереально. Здесь тогда умереть можно будет. Это как в бане. Сразу потеть начнешь. А она сидит и прекрасно себя чувствует. Ну почему сразу, например, нормально не сказать? Она же честный блогер. Она никогда не лжет. Почему не сказать сразу? Ребята, холодно. Да. Да, мерзну. Не могу сидеть я в другом. Не могу я одевать сейчас футболки. Прошла их пора до следующего лета. Она честная, честняга, как ты говоришь, сказала. А ты честняга, да? Ты честняга? Ты никогда не брехала? Брехала. Синерылка брехала точно. И судя по роликам Юли, брешет она постоянно на регулярной основе. Девочки, обращается она к своим подписчикам. Вы мне написали очень много комментариев, что севка нифига не добрый, не надо его выгораживать, не надо его оправдывать. Но у нее уже сложилось мнение насчет говорящей собачки, и менять она его не будет. Все. Он прекрасный, замечательный, достойный человек с гнилым нутром. Просто конфетка. Конфетка из канавы. Вот вроде бы она сладкая, вроде бы обвертки, но лежит в нечистотах. Но в синерылке это вполне годится. Она так, знаете, поплевала, там, обтерла и съела. Вкусненько. Ну и что, что конфетка из говна. Прекрасно. Зашло, как за здрасте. Удивляется. Девочки, ТВ-шка спит в платье. Как так можно? А как же расстелить постель, принять душ и переодеться? Она что, первый раз, что ли, ее видит? Она так задает вот эти вопросы. Она первый раз севку увидела вот в таком вот виде. Что он так себя ведет. Она понятия не имела, что он такой. Знать не знала, ведать не ведала. Для нее это новость. Она ее просто растоптала, раздавила, как катком по ней проехалась. Она-то считала севку, ого-го, величина. А он оказался слаб духом. Севка, ты же не был таким. Ты же другой, Самвел, ты же другой. Вот так и тут. ТВ-шка, расстелить постель. Уже все прекрасно видели и поняли, что ТВ-шка постель не расстилает. И спит она. В чем ходит, в том она и спит. Нифига она не моется. Я смотрела ролик медузы. В то время я синерылку не смотрела. И у Юли я видела, как она делала, по-моему, скрины или частично видео нарезку делала. Что синерылка по какой-то там причине, я уже не помню по какой, но снимала на своей постели. Тогда же простыни не было. Там как-то задрался край покрывала. И было видно, что не было простыни. И Юля сделала на этом акцент и сказала, где? Где у тебя постель? Ладно, ТВ-шка. Мы-то к ней уже привыкли, к ее закидонам. И к ее вот этому черному просто, понимаете? Черному образу жизни. А это принять душ, расстелить постель, переодеться. Скорее всего, то же самое. Вот так же на шкурах, может быть, на вот этом же диванчике и ложиться спать. Ни в какую постель не ложиться. Вот в этом свитере, потому что холодно в квартире. Она так и заваливается. А может быть, еще сверху напяливает что-то, какие-то тулупы и спит в валенках. Большой вопрос, где ее постель? Ну, после того, как Юля ее высмеяла, а она ее ролики Юли про себя мониторит, тут же появилась простынь. 108-я, но появилась. Рассуждает дальше. Ведь у ТВ-шки, не говоря уже о севкиных деньгах, есть свои собственные купить пижаму. Так она у нее есть и не одна. У нее есть и тепленькая, у нее есть и тоненькая. Она в ней ест, ходит, спит в платье. Зачем ей термобелье, говорит синерылка? Да еще и беленькое. Ну, тут я, конечно, согласна. Ей ли беленькое носить, это точно. Тут не поспоришь. Лучше отдай варнию, севка. Да, забери у матери. Так извините, Маргарита прислала и для воинов, а эту белую она прислала ТВ-шки. Но если так синерылка переживает за воинов, которые мерзнут, которым нужнее такая одежда, так в чем же дело? Она сейчас находится там, за границей. Пусть купит. Пусть купит и пришлет тому же севки, а он отправит дальше по назначению. Чуклю вам щелкает и за чужой счет распоряжается вещами. Маргарита прислала специально. И туда, и туда, и на армию. Причем уже не первый раз она это сделала. А че ж это сидит? Не почешется. Присылай. И будет воином, где она там живет. И будут ему, им там вещи из-за границы, как Надя сказала. У нас-то тут гимно, а там-то импортное. Так сказать про свою страну, это, конечно, вообще. Кофточка. Ой, вот эта кофточка. Она для ТВшки не подходит. Она для нее развратная. Не годится для повседневной жизни не только для ТВ, но даже для молодежи. Так говорит синерылка. А, да, конечно. Я согласна. Согласна абсолютно. Я не спорю. Но. А вот это ее футболка с нарисованным лифчиком. Она как? Как с нею быть? Она для повседневной жизни годится? Она годится для выхода на большую аудиторию в YouTube. И она еще сидит. Ей надо подтянуться повыше. Она специально показывает, что там, вы не думайте, она не просто беленькая. Там еще лифчик сверху одет. А если бы вы увидели молодую в гипюровой кофточке, как бы вы ее назвали? Дальше рассуждает синерылка. Профмаунтовка, да, вот так бы вы назвали. А как назвать женщину? На шестом десятке в футболке с лифчиком поверх этой футболки, пусть даже и нарисованным. Ее каким словом назвать? А вот синерылки мама, даже несмотря на ее заболевание, насколько я знаю из роликов Юли, у нее деменция. Не одела бы такую, и даже в руки не взяла бы. Если это действительно так, как она говорит, то ее мама приличнее Дотти. А она видела Дотти свою вот в этой футболке. Она не сказала ей, Дотя, у какой девочки подростка ты отобрала эту футболку? Просто отжала. Где ты ее взяла? ТВшка не имеет понятия об одежде, по возрасту, о вкусе. А это? А себя она считает как? Она имеет понятие? Она девчонок керосинит Эдика, что они там что-то не умеют одеваться. Гульнас постоянно. Сама сидит как чучундра. Вот как будто вылезла, я не знаю, как из трубы какой-то. Не пойми постоянно, что на ней надето. Все, вот этот свитер, он уже закошлатился. И она все равно упорно в нем вылазит. Видимо, единственная теплая вещь. До путя ничего нет. У нее нет до путя никакой одежды. И она сидит и рассуждает о том, как надо красиво, стильно и модно одеваться. Елки-палки. Далее. Мысль, достойная Сократам. Раз Севка осудил мать за наряд, то стало быть, он все понимает и делает это ради контента. Он сказал, минуточку, услышите, слушайте, слушайте, не говорите, что не слышали. Он спалился в том, что мать не понимает, что такая одежда не для нее. А в чем он спалился? Наоборот, он этой кофтой показал, что мать сама с удовольствием напяливает на себя все подряд и остановить ее невозможно. Какой контент? Он не наряжал ее ради контента. Она сама добровольно это все напяливает. Он ее уже прямо говорит. Мама, а тебе по возрасту? А ты видела в такой одежде женщин? А она орет, что все хоккей, все прекрасно и замечательно. Нет, уверяет синерилка, трэш, который он гонит, это для контента. Да? Да он с детства такой. Я уже приводила пример. Ради какого контента он сказал в детстве, будучи ребенком, бабушке, угостившей его конфеты, чтобы она шла в опу. Он сейчас так и разговаривает с людьми. И вот то, что с Надей произошло, как он с ТВ-шкой разговаривает, с Ирой, а что у тебя там запакли на голове мочалку, у тебя там волосинки, три волосинки. Он со всеми так разговаривает. Ему все равно, кто перед ним. Можно подумать, он только вот сейчас, Надя вдруг, вот понимаете, был такой приличный, культурный парень, не с гнилым нутром. И тут ни с того, ни с сего. Он хоба! И вот такое сказал. Вот так отнесся к Наде, и она такая, ну надо же, как он так посмел? Он всегда был такой, я ничего нового не вижу в нем. На Красной площади, как бешара, оба были одеты. Это тоже было для контента. Это стиль по жизни. И сейчас Севка, он не может одеться, ему даже высылают нормальную, вот Алекса присылала, дорогую, качественную, фирменную одежду. И что мы видим? Ну что мы видим? Домовенок Кузя. Ну не может он ухаживать, он не может это все носить, он сразу говорит. Почему-то, говорит, люди оденут, и на них даже обычная, простая одежда смотрится хорошо. Я одену фирменное, и я как не знаю. Я у мамы дундучок. Он сам признает, он сам это видит, он говорит, у меня рожа какая-то такая, она не соответствует вообще ничему. Говорит о том, что ТВшка не соображает, что надо одеваться по возрасту, в блузоны. Таксинерылка тоже давно не юная дева, под 60 прет, а она лазит в майках. И было видео, как она говорила, крутилась там на каблуках, в этом костюмчике, насколько я поняла, у них с мамой один единственный костюм, который они, не знаю, носят или носили по очереди, не суть, важно. Но она тоже вышла и сказала, посмотрите на меня, какая я, вся такая, раз такая, никакая, блин, такая. У меня нет живота, у меня жир нигде не висит, поэтому она смело может так одеваться. Да, она достойная стиля ТВшки, она точно так же одевается. А как она крутилась, вот в этом платьице тоже был короткий ролик, как она крутилась, блин, уже ноги подсушены. Ну, возраст, господи, куда одеваться, возраст. Придет время всех. Ну, вот она крутилась и думала, она точно так же рассуждала. Если у нее нигде не висит жир, значит, она имеет право вот так одеваться, она может себе это позволить. А выглядит точно так же, как ТВшка сейчас в этой гипюровой кофточке. Абсолютно идентично. Вот как однояйцевые близнецы, разницы между ними нет. Никакой. Я думаю, что когда уже снирылки точно будет под 80, она оденет и гипюровую кофточку. И, возможно, даже в память о том, что у нее была футболочка вот с этим нарисованным лифчиком сверху, она напялит на такую же гипюровую кофточку. ТВшка говорит, я под низ одену красивый, а та сверху оденет. И будет говорить, вы что, это круто, это модно, это стильно. Сидит икона стиля в мамбетском свитере и учит других одеваться. Я не могу. ТВшка даже не соображает, о чем говорить с посторонними, а о чем нет. Хотелось бы спросить, а она умеет это делать? Вот судя по ее обзорам, по ее жаргону, ей это тоже неведомо. Она точно та же выражается, как и сейчас, сидя вот тут вот, перед экраном. Поэтому, какое ей может быть оправдание? Тогда все могут оправдаться. Севка скажет, я совсем другой в жизни, я хороший, я культурный, вежливый, воспитанный. ТВшка тоже скажет, я не такая, я жду трамваи. И Синерылка тоже самое будет говорить. Да это кино, как она говорит, кино, понимаете, фиговое кино она снимает. И она считает, что все окей. Она все прекрасно понимает. Около всяческих наук. Профессор. А знаете, что самое поразительное? Это ее глаза. Я вот вперед заметила, включила, я уже говорила, что я включаю ее видео и сворачиваю, или просто, как бы, знаете, так, слушаю, не глядя на экран. Там рассматривать и любоваться абсолютно нечем. А тут вот я опять смотрю на этот свитер и что-то я задержалась, как вот на ее глазах пуговицы. Вот они пустые, вытаращены. Она постоянно их вот так вот выпячивает как-то, пытается, не знаю, раскрыть или что-то разглядеть. Она вот таращит, таращит. И она мне напомнила куклу с нарисованными вот этими или вставными пластмассовыми глазами. Кукла без мыслей. Поэтому вот эти глаза, они смотрятся безжизненными и глупыми. ТВ-шка говорит, прокоптила жизнь. Ну, ТВ-шка прокоптила, ладно. А что такого в жизни сделала Синерылка? Чего достигла она? Каких высот? Чего она добилась? Чем она может похвастаться? Что она может противопоставить в адрес ТВ-шки? Вот как? Вот сказал бы, я вот так, вот так вот, вот человек. Привела бы пример. Я вот не люблю, когда вот, ну, нет никаких там фактов или человек дальше не развивает мысль. ТВ прокоптила жизнь. В чем это выражается? Вот, скажем так, с ее точки зрения. В том, что она не умеет одеваться, так это тоже не умеет. В том, что не умеет вести диалог, так это тоже не умеет. И что? Единственного сына не смогла до ума довести. Прогорел на таком деле, попался, это ж позорище просто. И она сидит и учит людей жизни, высмеивает чужих детей. Это так странно. И это так глупо. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!